Хотелось бы, конечно, знать, что вас привело. Вот если о себе говорить, меня это привело к занятию диалектикой по классическому его воплощению в науке и логике. Я привел пример моих товарищей и старших тоже, когда учился в университетном и экономической факультете. У нас был студенческий научный кружок. Я думаю, что, судя по всему, многие учились и, наверное, тоже были знакомы с такой формой, где-то и участвовали. У нас был такой необычный кружок, на регусь, достаточно обычный, который назывался «Диалектический метод политической экономики». Что же это такое? Ну, и потом я знал, что он делал Михаил Васильевич Попов, возможно, видео по интернету, он как раз сейчас широко известен. По этой работе, по своему другим выступлению, как обычно. И вот я пришел на занятия, сидя, значит, люди, тоже хочу записывать. Я говорю, да погоди, это ничего не надо. А учеб никакой? Говорит, пока не надо. Вот послушай и так далее. Был нас много. В том числе на одном занятии был Алексей Ильич Кудрин. Но я чувствую, что он для них не освоен. Судя по тому, что это не лучший, Михаил Васильевич Попов был у него руководителем дипломной работой. Он, конечно, корректно занимался, но, мне кажется, не лучший дипломник. Во всяком случае, в пути разошлись. Ну, мне просто было интересно, да, чем же люди занимаются. Потому что, вы знаете, в университетах всегда хочется, ну, знаете, не передели тебя там, что-то такое узнали, чего ты не знал. Я в таком соревновании хочется поучаствовать. Я действительно начал в этом соревновании участвовать. Ну, и это любовь на всю жизнь. Первый заход был в 79-м году, но сейчас прошло достаточно много лет. И я, тем не менее, этим занимаюсь и понимаю, что это действительно дело жизни. Не в том смысле, что это, так сказать, стало средством моего заработка. Нет. Я зарабатываю и работаю по другой профессии, хотя это очень есть. Но это совершенно необходимо, если я хочу достичь научных результатов, значимых в моей науке. Я об этом убедился абсолютно. Абсолютно. Ну, я думаю, что студентов здесь не видно. Да, если бы студенты, то я сразу говорю о том, что это может дать нам сразу. Ну, вот мне это дал и метод изучения экономических проблем. Ну, и благодаря этому, я думаю, что и благодаря этому, в том числе, автор ряда работ. На мой взгляд, достаточно интересно, в дискуссионах. И я это не собираюсь оставлять. Я думаю, что мы с вами, естественно, будем обсуждать те проблемы. Потому что сама по себе диалектика остается только орудием. Да, но орудие должно действовать. И мы будем с вами использовать эти диалектики. Чтобы выстреливать примерно диалектику и так далее. Значит, если здесь были бы студенты, то с чем сталкиваюсь? Вот они изучали, все студенты у нас изучают курс философии. И вот, как вы помните, не знаю, может в ваше время что-то изменилось. Мое время было так. Открываешь учебник. Ну, хорошо. Старайтесь, мы сегодня тоже читали. Качество. Это сущностная характеристика предмета. Ну, хорошо, запомнил. Значит, дальше читаю. Сущность. Ох, напрякся. А это главные качества. Когда ты все это прочитал, я понимаю, что надо учебник закрыть. Потому что движение уже и вперед нет. Это же тантология получилась. Вы что одно через другое определяете? Я понял, что для задачи экзамена, конечно, пожалуйста. Я вам выучу. Хотите это, хотите то. Но это, вообще, тупик. То есть, это, так сказать, лишнее совершенно обременение, да. И, ну, ничего не дает. Так что, если вы студенты были, то вы тогда бы, вот, появили, так сказать, постигли ту логику, которая позволяет избежать вот таких определений, которые даются в учебниках, да. Таким учебникам учиться нельзя. По гибели не только что можно. Но, единственное, наверное, и нужно. Потому что, в этом смысле, он учебник философии уникальный. Для таких определений, категории, которые предполагают тантологию, да, повторения на чуть-чуть другого, просто вы не встретите ни одной повтореющейся категории. Ну, я понимаю, что не все студенты, или все, кто были студентами, уже вышли из этого вложенного возраста. А для чего тогда? Ну, для того, чтобы, если не связано с научными областями, привести в порядок ум. Привести в порядок ум, разобраться во многих вопросах. Ну, и, скажем, ведь в науко-логике заявили, что это классическое воплощение дилектического метода. А люди, как известно, мысли дилектические задолго до того, как узнали, что такое диалектик. Говорят, да чего так приходить, если мы и так знаем, да. А чем вы говорите прозой? Так, а зачем же тогда теорию литературы изучать, если мы все прозой говорим? Ну, тем не менее, вы сами понимаете, что одно дело, так сказать, знать, а другое, так сказать, быть известным, да, и известно, что всем главным противоречия событий, характеров, людей. А другое дело, так сказать, познать это, так сказать, последовательно, да, и тогда мы становимся господами над обстоятельствами, и тогда мы достигаем свободу. Вот свобода мысли, это не просто, давайте скажу, что всякую глупость, которую он забредет, и все, что меня забредет, вот это свобода мысли, а этому свобода мысли состоит в том, чтобы выступать со знанием дела, предмет, которому ты уступаешь. Вот такой свободы мысли, к сожалению, у нас очень мало можно встретить, и может быть даже не от того, что люди не хотят, а потому что, ну, для этого, чтобы такую свободу обвести, нужно пройти через старство необходимости. Можно себе позаниматься. А как можно позаниматься? А нужно выбрать вот такое гениальное произведение, как «Музыки камертон». В соответствии с которым ты настроишь свое мышление или, занимаясь изучением чего-то, и будешь постигать тот метод, который является единственным научным, и который позволяет нам решать наши проблемы как в науке, так и не только в науке. Потому что философия, как вы знаете, это наука о чем, об общих законах развития природы, общества и мышления. Поэтому, да, мы занимаемся с вами, казалось бы, только чистой мыслью науки, но поскольку эта мысль отражает действительный вход в события и действительное противоречие, то тем самым мы с вами учимся и осваиваем метод постижения противоречий нашей жизни. Это нам практически очень пригодится. Ну вот, например, в нашей среде есть такая форма работы, как лицензирование диссертации. И вот человек, значит, прочитал диссертацию, спрашивает, ну как? Он скажет, неплохо, неплохо. Думаешь, ничего себе, что же человек хотел сказать? А как можно по-другому сказать? А почему вы не скажете хорошо? Вот хорошо и неплохо – это одно и то же? Ну, строго говоря, это одно и то же качество или одна и то же определенность. Но, когда мы говорим неплохо, мы берем, заходим, рассматриваем качество со стороны отрицания. И тем самым вытягиваем вот это неплохо. Давай сейчас расскажу вам о каком-нибудь человеке. Он не вор, не убийца, не насильник, не мошенник. Как вы думаете, мы этого человека подняли, приподняли? Думаю, что нет. Но мы ее не скорбили. Если кто-то вам будет претензии, вот вы скажете, что человек вот такой вот этот – к нему. И он будет на вас обидеться. Скажет, а что вы делаете? Я наоборот очень хорошие вещи вам сказал, что вы никогда не воруете, что вы ведете себя правильно. Да? То есть, вы скажете, этого человека вроде бы и не обругали. Но мы их преподнесли, охарактеризовали его качество со стороны небытия. То есть со стороны отрицания. И тем самым эта связь с этим отрицательностью всплыла. И тем самым вы не сильно его похвалили. Поэтому, если вы не хотите человека, можно сказать, что-то прямо, и заметьте по отношению к вам. Если вот такое пошло через «не», через трицами, а не через, значит, реальность. Ну тогда там запазы-ка, видимо, каменные. Это уже житейски полезно. Ну и вы тоже хотите поддержать человека. Так зачем вы тебе говорят? Женщина скажет, да знаешь, ты нелудлива, дорогая. Вот женщины на счет очень чуткие, как только они этого слышат. Вот не надо таких комплиментов. Ну так скажем, ты прекрасный, чаровательный. А вы то же самое. Вы отрицали уродство, что красота. Ну а зачем преподносить это со стороны отрицание, когда можно и лучше в данном контексте преподнести со стороны реальность. И вот таких вещей, житейских, так сказать, мы такие вещи можем встретить на каждом шагу. Где можно сказать так или по-другому. Или, например, значит, всегда вот. Значит, вы в корне не согласны с тем, что человек сказал. И что вы будете начинать с того, я в корне с вами не согласен. Ну а вот, ну хорошо, а человек может быть вот в данном вопросе именно заблуждается, а человек он хороший. А вы с ним в корне не согласны. И как он к вам будет относиться, и как вот диалог, знаете, построить с ним, да. Всегда, ну, я думаю, начинает нам с утвердительного. Вот. Вот я согласен с этим человеком, потому что он поднял очень-очень важный вопрос. И после этого все, что вы хотите сказать. Но, тем не менее, вот это. Но вы начали с того, что вы согласны, и вы взяли его в союзники. То есть вы начали с бытия. Да? И поэтому никак вот как вы выступаете, и как вы формулируете свои мысли, это же, сказать, страшно важно. В житейских делах так вот не означают обиды человека, скажем через отрицание, скажем и то, что я должен был бы звучать утвердительно, да. Или сразу пошли в критику, значит, как вот потом с этим. Вот занятие диалектикой, оно в этом смысле и житейство очень полезно. Вот человек, когда будет говорить, обдумав, и понимая, что есть некоторые вещи, так сказать, закономерно, что одно и то же, имеет две стороны, да. Какую сторону нам в данном случае важно увидеть? Я понимаю, что если с фрагом умеете делать, то что, у врага нет ничего положительного? Да как ничего положительного, скажем, погибли от рода человеческой? И художник был, и собаку любил. Он к собаке как хорошо относился, да. И даже вот по-рыцарски, можно сказать, поступил могилу и, так сказать, вот женился на женщине. И что мы будем об этом говорить сегодня? Нет, мы не будем. Мы все-таки будем тогда со стороны отрицарной. Что на труде человеческой, что, значит, он такую машину возглавил по уничтожению человечества, и что загоним, так сказать, в группу и правильно сделаем, и так далее, и так далее. То есть, в данном случае мы будем как раз со стороны отрицарной заходить. Потому что мы решаем вот эту задачу. Здесь уже война на уничтожение. Или он себе, или ты. Зачем же тогда какие-то положительные качества? Какие выставлять и с них на чем? То есть, это тоже очень важно. Поэтому, вот у врага там какой-то был диспут, да. А, вот я вспоминаю, значит, один, так сказать, сваница, помните, дал по физиономии. И вот ты говоришь, значит, кое поступил как рыцарь. Ничего себе такое положительное утверждение. То есть, Сванеза как рыцарь, он открыто, значит, выступил, смело, честно, и так далее. И по чем выступил? Смело. Вы знаете, например, что в свое время Сванеза говорил, что комсомол, сто лети, которые мы скоро будем праздновать, и здесь много имен, и комсомольцев в том числе, в Созаводске. Это хуже Гитлер-Юганда, то есть фашистской молодежной организации. Ну, как же после этого можно, значит, начинать с того, что вот он что-то... Это же просто враг. Вот в этом смысле, значит, скажем, прав Бушин Владимир Сергеевич, известный наш публицист, который, по-моему, был с 95, который говорит, свиньи за сволочь, негодяи, мразь и так далее. Потому что он тут кровь поебалку, как комсомолец. Да? И для него это и свято, и он понимает, что такое Гитлер-Юганда, что такое комсомол. Какие тут уже компромиссы? Здесь на уничтожение, здесь приводить на уничтожение. В общем, какое тут, какая игра в рыцарство, какая, так сказать, попытка найти что-то положительное в этом явлении, когда идет война на уничтожение. То есть, к слову, это орудие в жизни и в борьбе тоже. Особенно с такой борьбой, которая сейчас протекает в нашей жизни. Политической, видите, какая внешнеполитическая обстановка. С нами тоже словами мои. Да? Например, мы знаем, что, скажем, режим на Украине – это фашистский режим. То есть, фашизм американский, а они их представители. А как вы думаете, они нас как характеризуют? Фашисты. То есть, для них, ну и фашизм, и что? Это вот они тоже правы, что ли? Как же, по-своему, прав или все-таки есть на дно? Наверное, есть на дно. Значит, тогда вот, чтобы они и говорили. Так, а в свое время Гитлер что думаете? Воевал, значит, он выступал по знамени человеку ненавистничества, да? Опять. А воевал, а вот, значит, Россия и Советский Союз – это, так сказать, светочий прогресс. Да нет. Мы были в нем большевистские орды, которые должны уничтожить Европу и так далее. То есть, с той стороны всегда придет на уничтожение. Поэтому и тогда тоже. Относим диететически. Борьба – так борьба. Мы знаем, что единство всегда относительно, а борьба противоположностей – абсолютно. Так вот, это единство, не надо переоценивать, что он тоже человек, он там джетлемен, он не сразу, так сказать, по лесу ударит. Это его достоинство, будем подчеркивать. Нет, он враг. Даже если он не сразу по лесу ударит. Вот, значит, что бы я хотел сказать в качестве предварения, что диалектика – это штука полезная во всех отношениях. В наукере, в жизни, в переговорах, чем бы ни занимались. Вот я думаю, что, наверное, это вас и привело. Что еще могу? Я думаю, что заставить вас вечером в субботу прийти в 6 часов и сесть. А Джон, который там, наверное, так подозрит, куда они пошли, столько мужчин помянешь? А сколько там? Это ладно мужчин, а если там еще есть женщина, а тот или иной Сергеевна сидит, потом объясняет, что там была только одна и она вроде как директора. Это уже… И вы все-таки пошли. Почему? Вот. Я теперь… О себе рассказал я и предположил мне это жрать, а почему он пошли? Можно знать. Это задумка. У меня у меня выходной сегодня. Хорошее дело. Я буду. Приятно послушать, сменить обстановку и широкое. Отлично. Они тебя же на многие причины руси назвали в своем предварении. И решили разобраться в этом. Заодно попробуй тогда как-то и знакомиться, потому что хотелось все-таки… Можно вас узнать? А Максим меня зовут? Максим. А вот скажите, пожалуйста, у Максима сейчас какое время? Свободное. Свободное. Причем в точном понимании этого слова. Что такое свободное время? Это время для свободного развития. Вот если бы Максим пошел, я не знаю, куда-то там… Ну, условно говоря, я чувствую, что вы не с тем. Я скажу, пивную. Это не рабочее время, но не свободное. Это же пропало все дело. Много лет уже не притрагиваешь. Вот и пора. А у вас сейчас в полном смысле это свободное. Потому что вот наук и логике занимаются многие люди. Многие. Но они так, чтобы уж по сравнению со всеми, не многие. Я думаю, что несколько сот человек. Из 148 миллионов. И вот вы теперь тоже. Это вообще на вершине свободы. Мы с вами знакомы. Еще раз напомнись, пожалуйста. Ну да. Меня зовут Краснов Фонтон. И у меня рабочий день. Понятно. А где он свободный? Да. Собственно говоря, я не брезгую никакими инструментами в познании окружающей действительности. В том числе наук и логике. Ну, вы знаете, вот то, что не брезгует положительно, хотя… Я с вами, конечно, согласен, что Гегель должен быть в этом ряду. Единственное, что… Вот без ряду он уходящий. Потому что я думаю, что рядом что-то с Гегель не поставить. Очень трудно. Ну, вы можете прийти и там что-то уже пропустить. Можете даже походить, что называется. Потом не походить. Но вы поймете, как это надо делать. Да, изучать. Ну, а потом, я хочу сказать, я это понял, я могу с вами поделиться. А вы потом, я думаю, в этом сумеете убедиться, что вот постижение науки логики, диалектики возможно через только, через обсуждение. Вот там мысль должна быть объективирована. Вы еще помните, мысль изучена есть ложь. На самом деле, вот это единственная форма ее, так сказать, мотивирование, чтобы озвучить. И когда ты озвучишь, тогда уже она становится приметом анализа. Так сказать, при этом рассмотрении всех. И тебе скажут, нет, взыскать им взором умственным. Вот здесь не так. И тогда вы подвинетесь. А сам с собой беседу не проведешь. Ну, никак. Поэтому, как получается, что читать можно, это очень полезно. Но то, что вы поняли, должно быть выражено в понятиях. А это выражается через речь, то есть, через обсуждение. Поэтому, позвольте себе такое слово научное, которое адекватная форма освоения диалектики. Это через обсуждение. Поэтому, заметьте, кружок, кружок. Не любите ли там друзей дискодиалектики? Это такая форма. Вот ничего другого здесь не придумаешь. Поэтому, все равно, даже если вы почитали и так далее, и захотите пройдянуться вперед, надо будет прийти. Надо будет прийти, чтобы вас послушали. И чтобы вы тогда послушали других и поняли, так ли вы трактуете, на каком уровне находится. Замечательно. Значит, я еще раз напомню, что я ведь не философ, чтобы вы тоже поняли, да? Но по профессии. Наукой логики я занимаюсь очень давно, несколько десятилетий. Были более активные времена, были менее активные времена. Потому что одно дело, когда в кружок ходишь, Михаила Васильевича, потом это одно. Потом, когда приехал сюда, здесь уже не так часто приходилось. Несколько лет назад был на кружок со студентами. Очень, очень талантливые ребята. Я просто поражаюсь. Они так хорошо и быстро шли, и все приплавили на лету. Я даже думал, ну пойдут наук. Значит, Сбербанк, один, вторая, третья, тоже где-то, четвертая, высшая школа экономики, в науку не пошли. Ну, я думаю, это пригодится. Хуже от этого не будет, честное слово. Но у меня всегда была такая мысль, чтобы еще, кого-то в науку тоже взяли, пока не получился. Очень мало. Где из кружка пришло в науку? Потому что те, кто пришли, это очень основательно, скажем. То есть по интернету, об интернете говорится, скажем, Олег Анатольевич Мазов. Есть такой человек, известный, тоже очень ученый, замечательная книга у него о рабочем плаче в России, записанная. Есть такие еще люди, но у них немного. Я не буду тогда дальше говорить о значимости этого дела. Хотя, вот есть очень интересная книга, может, в интернете она есть, я не знаю. Гегель как судьба России. Гегель как судьба России. Из которой я с удивлением узнал, что в 30-40-е годы 19 века была, ну, даже я бы сказал, мода на Гегеля. Человек, так сказать, был не ухож в обществе, обществе того времени, если он не знал Гегель. Поэтому этим занимались сотни людей. Учитывая, какой был тонкий свой тенденций тогда, да? Сотни людей занимались. Значит, казалось, что Гегель штудировал, Лев Николаевич Толстой, а мы-то с вами удивляемся. Такая философичная русская литература. Братцы, он серьезно этим занимался. Поэтому, когда мы считаем рассуждение о том, что было, если в войне солдат не пошел на войну, это как раз вот из причинности прямо идет к обсуждению гегельского текста. Значит, Иван Сергеевич Тургейнов, ну, лирик просто этот, дальше некуда. Пейзажист, можно сказать, литературы, магистрант, оказывается, в магистрской диссертации помогал руки и долго думал, кем он, туда пойти или сюда. Пошел дальше все-таки художник. Но, тем не менее, философская составляющая у него тоже есть. И видите, как он забрал современника. Там это уже большие коллизии. Ну, я уже не говорю о Герцене Александра Ивановича, который, значит, с Белинским они обсуждали. Белинский сжал, если говорить, у меня голова трещит. Белинский, еще один Виссарионов. Нистров и Виссарионов. То есть литературный критик. Когда есть критику, вы посчитаете, там, Гегельского просто очень много. Но, поскольку, ну, голова трещит, то он немножко не переварил это дело. Она у него выпирает эту конструкцию. Там, где не надо. А у Герца, ну, нет. Он постигал, как говорится. Это тот человек, который заметное место признал в нашем эволюционном движении, развитии нашей мысли отечественной, демократической. Ну, я не говорю, уже Вадим Ивановича Ленина. Да, который, значит. Вошел время с 14-м году, в самое острое время. Побилистическая война. До этого, видимо, он тоже был знаком с Гегель. Но как-то мне особенно неизвестно, что он его что делал. А вот там огромный конспект науки логики. Огромный конспект. Науки логики. Прямо что делал. Вывод какой. Значит. Пишет Владимир Ильич. Нельзя. Вполне понять капиталу Маркса, особенно его первой главы, не простудиров, не научив основательно всей логике Гегеля. Точно. Дальше. Значит, спустя полвека после Маркса, никто не понял капитал. А то ж марксисты были всякие там, хаусские, туда-сюда. То есть, ну, я уж Маркс пропустил, потому что все мы знаем, что начинал он как Гегельянец. То есть, для него это вообще была его стихия. И он много усилий провел, чтобы вырвался, так сказать, из плена этих представлений, да, и стать материалистом. То, что капитал есть, реализация диалектического метода применительно к конкретному способу производства, это всем известно. Поэтому, когда мы восхищаемся, там, а какая железная логика? А что вы хотите? Вот, так сказать, владел логикой диалектической, изучая науку логики, и это потом решил более сложную задачу. И это, кстати говоря, восхищается всем. Мне приходилось слышать выступление Жореса Алфёрова, вы знаете, Нобильский дарит физик. Он выступал на конференции «Маркс и современность», в Санкт-Петербургском университете, в Минфраструктурском факультете, специально пришел. Он показал, что он человек, действительно, знающий, не только физики, понимающий. Он говорит, ну вот я был студентом, читаю Макс, и чувствую, такая величина, из тех пор на всю жизнь, выносит уважение, и, так сказать, желание, так сказать, совета с Максом. Как дошли до подкономии социализма? Сейчас помню, что это. И это правильное отражение того, что было. То есть, Макс раскрыл логику каплинистического способа производства, раскрыл закон движения по способу производства, а вот подобного применительных социализма сделан не было. Ну, наверное, отчасти. Это, а может быть это одна из причин теоретических крахов того, что делается. Потому что Ленина, значит, продвинул до переходного периода, он это, как диалектик. А уже Сталин, уже видимо, я бы так сказал, что он прирожденный диалектик. И даже может не прирожденный, поскольку он очень снабайтно изучал Ленина, то этот дух диалектики, которому присущ Ленину, он тоже усвоил. Но без занятий, как таковы, диалектики, уже дальше не пойдешь. И поэтому задачу развития социализма, теоретически, Сталин внес свой вклад, будет время, может, мы в этом скажем, но это не было достаточно последовательно, развернуто. Ну аж после товарища Сталина, понятно, там, я не знаю, они вообще слышали это слово, да, и так далее. В этом смысле было. Так что мы с вами попали в очень такой хороший круг людей. Устанавливаем мы, в том числе, преемственность с интеллигенцией, лучшей интеллигенцией, первой половины 19-го века, с великими творцами в периодах золотого века русской литературы. Ну, я что говорю с такими? Ну, не так, товарищ Ленин. Ну, а вот если дальше вести Ленину, то кто это воспринял в России, кто поднял это знамя? Ленин, вы помните, в одной из своих последних работ по знамям марксизма, найдите. Вот не случайно здесь прозвучало о том любители диалектики. Наверное, что на партии большевиков должно стать нечто вроде кружка друзей геглевской диалектики. Без этого, материзм из сражающегося превратится в сражаемый. Ну, так вот, он действительно превратился в сражаемый. То есть, тот, который был побежден. Но, тем не менее, на нашей ни винаучной, ни официальной это не пропало. И вот, кто поднял это знамя? Два человека. Значит, Михаил Васильевич Попов, которого вы в интернете видели. Слышал, считаю, в 60-е годы он стал заниматься. И Игорь Константинович Мирнов. Это старший, товарищ Михаил Васильевича Попова. Умница, я его тоже застал. Ну, это люди, которые, вот скажем, Игорь Константинович Мирнов написал книгу, которая завершила земельные ренты в капитале Маркса. Вот если вы дойдете до третьего тома капитала, второй части, там земельная рента. Там вроде так все хорошо, а не складывается. Это, во-первых, была уже обработка Энгельса, потому что сам Маркс ее не завершил. Вы знаете, что Энгельс был чрезвычайно талантливый человек. Так он пожертвовал собой, поставил, как говорили, Маркса. Но это осталось не довершенным. Там внутренние есть противоречия, не диалектические, а просто вот видно, что не доведено дело до конца. Так вот, Игорь Константинович выпустил небольшую сравнительную книгу. И где это делало его до конца? Это занятие диалектики ему помогло это. Поэтому, если говорить о сокровищнице марксизма, то это, скажем так, Капитал плюс книга Смирнова. Ну, а Михаил Васильевич Попов, если не ошибаюсь, в 86-м году, или 87-м, выпустил книгу «Борьба в полномерном решении, противоречивающей цитализме, как в первых разы коммунистах». Где, как раз, раскрыл основные противоречия этого строя, но это уже был излет того строя, и понятно, что людей еще не успело, уже не успело, точнее говоря, обладать массой, но учитывая, что с начала 60-х годов шла тенденция тенденция, она всегда существует, да, как во всяком говорили, негативная тенденция, тенденция к разрушению этого строя стала не обладать. И поэтому уже вроде как и не слышали. Вот там, сверху не слышали, но, тем не менее, это для уроки осталось, и всякий, кто хочет понять, как же будет развиваться социализм в будущем, может найти эту книгу, посмотрите, там основные противоречия этому способу производства пристала. То есть, вот люди, которые этим занимались, они носили, так сказать, выдающихся научных результатов, но таких людей в России было трое, я еще бы добавил, ну или четверо, я бы добавил сюда Василия Кочеремеева, если вы найдете, наберете в поисковике такую камеру, вы увидите колоссальные работы Ельмеева, ну и Виктор, наверное, Георгиевич Долгох тоже. Вот, буквально, 4-5 человек, хотя Ленинская постановка была, что надо изучать, и так далее. Ну, вот, я последней, что завершу исторический экскурс, а Сталин, что изучал или не изучал, вот, я наконец-то раскопал, что какой-то профессор, молодой, председний, на мой взгляд, молодой. Значит, красный, так сказать, академик, красной профессуры, университет красной профессуры, значит, взялся, Сталин трептовать новую логику, но, видимо, он стал ему считать лекции, да еще так, исполнилось жару, что, видимо, что же он сразу не понимает, ну и Сталин улыбнулся, и эти знаниясти прекратились. Это не оправдывает товарища Сталин, как бы, ну хорошо, этого надо было отстранить, найти, как бы, толкового и так далее, но, просто, в данном случае, этот профессор, значит, не выполнил свою роль, он, вроде, стал поучать, человека, который, вообще-то, сказать, с которым, наверное, ну, потому что, по уровню туристического, этого профессора бы всяко выше, но, по мощности, надо будет, привлекать не так-то, а то, значит, вроде, он большой ученый, хотя, хотел бы послушнее, что бы он говорил, не думаешь, он далеко еще прогрелся. Ну, хорошо, значит, это вот предистории. Всем убедились, что то, чем мы занимаемся, имеет, в России, очень богатую традицию, я не знаю, даже есть ли еще такая традиция, я, честно говоря, не знаю, где, если за рубежом, такие кружки, где рассматриваются, науководители. Это раз, но это традиция, которая, явно представляет собой прогресс, удовлетворяет на всех этапах нашего развития. Поэтому, если мы поучаствуем в развитии вот этой традиции, то мы тоже делаем большое общественно значимое дело, не только если мы решим свои личные задачи. Итак, всякая наука, как известно, систематическое, синтезируемое знание. Вот мы с вами будем заниматься, опять, философией. И философия, он скажет, мы же пришли на дилектический метод. Так а метод-то чего? Какой наук? Философия. Да? Дилектический метод. Это родной метод философии. А что такое метод? Это осознание, внутренние формы, самодвижение, содержание наука. А как вы можете еще изучать науку афемическую методу? Мы будем заниматься методом. Не беспокойтесь. Именно мы будем заниматься. На это обращение. Так вот, значит, всякая наука и систематическое знание, и философия тоже. Ну, эта система строится не произвольным образом. Вот сейчас мы все сложим. Вот есть такой в науке с 60-х годов системный подход. Все можно рассматривать как систему. Мы с вами системы. Конечно, много элементов в одном помещении точной системы. И эта система, смотрите, доска, мел, кряпка. И вот этим можно и удовлетвориться. Все, все элементы. Я думаю, что нас это не устроит. Потому что это какой-то такой чистый субъективизм. Счистый субъективизм. Мы с вами хотим систему построить в соответствии с объективной логикой. Вы скажете, а как объективную логику в сфере мысли? Ну как? Так логика, отражение действительного развития. Значит, и в нашем мышлении тоже есть объективная логика. То есть не то, что взбредет в ум. Да? А то, что приходит к каждому, кто внимательно рассматривает этот предмет. То есть в философии есть своя объективная логика. То есть не зависящая от наших пожеланий, устремлений и т.д. и т.д. От нашего субъективного начальника. Вот такой логикой мы будем заниматься. Так вот. Значит, я думаю, что для построения системы нам нужно выбрать начало, с которым мы будем строить. Что взять в качестве начала? Можем пообсуждать. Что может быть началом системы любой? Импульс. Идея. А импульс оттуда получился? Да. Импульс вы сразу такое движение. Я вам так спросил, тогда ли нашу в другую область перейдет. Вот какая категория должна образовать, так сказать, составить начало теоретической системы? Понятия. Понятия. Там всего понятия. В каждой категории есть понятия. То есть наиболее общая понятия. Нет, нужно дать определение, чтобы перейти к системе какой-то. Ну, грубо говоря, это предмет. Нас начал определить. О чем мы говорим? О чем? О чем? Как определить предмет? Наук не знаю. А любой? Ну, любой. Тогда мы попадаем в царство производных. У вас бы и свой предмет, и у меня свой предмет. А мы хотели бы выбрать то, что действительно объективно поступает, конечно, с начала. Ладно, не буду это говорить. Я думаю, что надо выбрать для системы. Объективно то, что наблюдаем. Самое для системы. Простую категорию. Всю. Всю. Все что? Все, что наблюдаем. А мы с вами будем использовать те категории, которые относятся ко всему. Философия же наука. Общие законы. Поэтому все категории относятся ко всему. Каждой категории. Самый простой, наверное, да? Знаете, имеете в виду самую простую? Самую простую, конечно. Понятно. Самую простую. Вот это будет начать. А во всяком деле самое простое это все. Это самое сложное. Ну, самый сложный в том смысле. Как бы найти такое, чтобы что есть самое простое? Самое простое. Совершенно верно. Да. Ведь и вот если вы возьмете науку логики кстати, у вас эта работа есть? У всех? Ну, у всех. Вот и есть это. Да. То вот вы ездили, значит, долгое введение. С чего следует начать? Да долго-долго услуживается цирк это долгое надо издачное. С чего следует начать? Но это значит не начало. Вам только разъясняют, что следует начало. Вот все это долгое разъяснение посвящено одному. Одному. Что начало есть нечто беспредпосылочное. Потому что если мы хотим объяснить вам начало, то как можно объяснить? Надо найти более простой. Исходя из которого мы это... А если найдем более простой, то что то, что мы хотим объяснить не будет уже начала. Поэтому не надо пытаться объяснить начало. Почему вы выбрали такое начало? Не надо пытаться. А как же тогда проверить? Мы правильно не выбрали или неправильно? Так вот истинность значит выбора начала лежит не перед, а после в конце. То есть когда мы хотим с вами построить этическую систему. Значит если мы с вами вот вроде бы как простая самая первая категория это некоторый фундамент основу всего. Значит если мы с вами правильно выбрали начало, тогда и будет построено все это здание. А если у нас не пойдет значит начало будет неправильно. Вот и все. То есть поэтому обоснование естественности начала лежит в конце. А не перед началом. Поэтому дальше уже можно говорить а что же Гегель то что делал? Он что думаете сел просто говорит я не хочу ничего знать сейчас я пойду. он обобщил движение всей философской мысли в истории философии у него каждая подельность работа очень интересная но везде есть следы его идеализма то есть его представление о том что вот творец который во всем проявляется а меньше всего идеализма где? в анкилогике потому что там он обходился без Бога вот он мог так же сказать как ответь ученые монопартовы что тут спросил а как же Бог? он говорит я не нуждаюсь в этой гипотезе для того чтобы построить систему логических категорий гипотеза Бога не нужна просто не нужна так он он ее пытается где-то как объективный идеалист в примечании и Лена так и не без в гипотезе пишет идеалист Гегель загнал Бога в примечании потому что в основном в тексте но нет ему места да и в примечании прямо скажем его что называется пятая нога телеги ну как бы он должен сказать что я ребят где он жил он должен мастерить лояльность русское государство анархическое и так далее у меня же не революционер а самое главное христианство христианство или что там главное христианской партии конечно христианская партия налог на общины платит ничего себе церковь а если не плачет я спрашиваю ты что не платишь не такой гражданин ну какой сомнительный нет же как бы лучше платить хотя там верующих нет а платят почти все это вы о чем сейчас я не понял о современном ферме у нас нет пока там просто политическая традиция такая крайне неприятная хорошо и так так вот гегерское рассмотрение всей философии вело к тому что самой простой категории категория бытия какого будем обсуждать почему имя бытия или и будем я полагаю мы не будем перечислять все это прекрасное двадцатистраничное предисловие не-не-не-не а будем не будем попробуйте а если попробуем значит мы тем самым с вами опять откажемся от того что это начало если мы хотим объяснить то есть мы тогда хотим ли мы идти вперед да тогда мы пытаемся найти более простой мы ставим по сомнению это дело не будем не будем ну и ладно а почему основание построить уже что-то либо что-чего не ну не ну если сразу решили что все нормальный уберем но мы говорили о том что где самая простая категория вы можете найти категорию проще а потому что это самое простое то есть я есть вы есть но бытие если вы докажете что у нас нет я готов да нет я услышал просто я хочу держать все что мы вокруг объективно наблюдая это есть это это и есть я вас поздравляю это и есть там замечать ну мало кто понимает прежде чем назвали это есть древние евреи записали в своей книжке и не только они тоже сейчас эпоху нового мракобесия это возможно интересно мы все уже перешли к категории в систему и так объективно связано с объективным конечно связано с предметом изучения а как мы с вами вообще приходим к этим понятиям абстрадируя от всяких от бытия человека и так далее самая общая абстракция все есть бытие совершенно верно когда отвлекаясь за сего мы получаем наиболее общую категорию можно сказать что это первые умозрительные категории осознание можете сказать что мы не просто какой-то термин и начинаем его изучать а за этим термином за этим термином уже что-то есть еще нет пока еще без предпосылочного это первая категория она без предпосылок давайте попробуем посмотреть может не получится тогда вы же предположите что-то более все имеет предпосылок с точки зрения бытия я есть и телевизор есть это одно и то же есть это бытие нет и тому и другому да свойственно бытие совершенно верно и так бытие ну я дальше вот уже здесь прозвучал люди пришли некоторые посчитавшие если не пришли без книг я вам хочу успокоить вот дорогие товарищи вам сейчас книги не понадобится в некоторых вот сейчас потому что настолько мало содержание категории что здесь не надо что-то вычитывать и так далее обратить внимание поэтому я и не не просил скажем романа который любезно организовать чтобы он как-то вот сказал что учебник перенесите и просчитайте сначала не надо и вы сейчас увидите что можно произвести без учебника без научной непосредственно итак что можно сказать о бытии Максим что вы можете сказать бытие а бытие да а бытие вообще не бытие так сказать вашем моем листала а бытие вообще что сейчас конкретно у нас в стране нет а что а вы видите вы же сказали конкретно а мы пользуясь вашей технологией мы не обязаны все слова объяснять это дети не ставят такую задачу очень абстрактно наоборот отвлекаются от того что в нашей стране в нашей стране в нашем помещении потому что на самом деле это ко всем относится что можно сказать о бытие вообще вы что-нибудь можете сказать ну да могу сказать скажите пожалуйста вот рассматривай его бытие да невыносимую легкость бытие ну я понял это вот вы опять это вы сказали не рассматривали бытие а вот взяли из этого произведения хорошее название понятно что мы не чистые головы нет нет мы есть телевизор есть мы есть еще что-то можно сказать что мы есть кроме того что мы нет нет не а мы уже не а нас ну есть наверное есть есть понятие бытие бытие есть есть конечно вот так хорошо Евгений бытие есть я думаю бытие можно измерить сразу измерить вот тебе раз мера вы сразу собираетесь такой категории пользоваться как мера ну вот это не ведаем мы пока для нас как категории вот мы предосхищаемся правильно мы дойдем до меры обязательно дойдем но сейчас пока измерять а чем измерять то когда там не созерцать нечего никакой определенности ient бытие меры тоже есть она ис chromosomes прекратить вы сказали слово бытие значит оно есть но есть не вы сказали а мы с вами рассматриваем вы же с чего начините он мы говорим что это есть но когда мы говорим что есть вообще это уже случается как вы скажите умозрительно потому что все конкретное А бытие вообще? Оно мазрительное. Но поскольку это абстракция от всего действительного, то оно объективное. Поэтому оно объективное. У вас присутствует ваше посмотрение. У меня и так далее. Все есть. Бытие. Бытие есть. Так. Но если я легче, то значит есть и небытие. Ваше предположение очень разумно. Значит, опять же, не предполагайте и демонстрируйте знания. Правильно, конечно, говорите. Правильно, предполагайте. А вот говорит только то, помните про икота, говорит поэт о том, что видит. А вот мы говорим только о том, что видим. Умозрительным взором. Умозрительным. Вот что вы еще можете сказать о бытие вообще? Кроме того, что оно есть. Ваше ничего. Отлично. Какая? Вот очень дисциплина ума. Говорит, больше ничего не могу сказать. То есть о нем больше нечего сказать. Значит, оно есть. Я не думаю. Вот вы сказали. Слово сказали, небытие, да? Не бытье и небытие. Это небытие. Потому что если небытие, у нас осталась связь с бытием. Оно есть ничто. Вот второе тоже, я бы сказал, не определяемое понятие. Вот как вы говорите, что это? Единственное, вот оно сразу. Но бытие с вами не определяет. Бытие есть. Это что, и определение? Нет? Не определяемое. То есть то же самое, что ничто. Ну, то есть, есть и так далее, и не есть. Есть, только есть. Вот вам возражают решительно. Как это? Нельзя так. У нас все, что вы рассматривали, есть. Сейчас вы увидите даже. О ничто вы еще не говорили. Поэтому, что вы вперед-то будем забегать? Нет. Вперед, товарищи. Что вы можете сказать о ничто? Конечно, то, что оно есть. Иначе нечего было сказать. Ну, я сейчас ничто наблюдаю. Так. А ничто? Дмитрий, у вас это вызывает возражение? Существо ничто или о чем? То, что оно есть. Категория или? Да, да. Категория, конечно. Категория. Все, что сейчас носит все общие характеры, категория. Категория есть в наших головах, скажем так. Категория, ничто мы ее ввели. Мы, ну, спецненим. Я бы уточнил. Мы не ввели, взятые откуда-то, а мы ее вывели. А вывели следует тому, что мы видим. Мозрительный взор. От противного. От противного. От приятного последнего бытия. Да, то есть раз есть бытие, значит есть и... Нет, нет, нет. Смотрите, так, бытие, оно есть. А поскольку оно без всяких дальнейших определений, в нем нечего созерцать, в негре, который разжевывает, хотя жевать там нечего абсолютно, да? Мы должны к этой мысли привыкнуть. Мы должны прийти к тому, что о нем больше нечего сказать. Раз о нем нечего сказать, оно есть то же самое, что ничто. А ничто, и вот мы пришли, и у нас мустом взором, у нас перед взором, ничто. И мы о нем говорим, что оно... Есть. Ничто. Ну, мы сказали, что оно есть. Значит, вы не можете остановиться в вашем усмотрении. Значит, начало. Оно? А если вы сказали, что есть, а то, что есть, это что такое? Ну, реально. Я нет, нет, нет. Мы тебе, я. Мысль права проводит уже в ту же структуру. А то, что это сфера сущности, вы не сможете так сложить? Боль не говорит. У нас уже, 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 уже получало это. То есть мы можем воспользоваться. А то, что есть, мы с вами это подъявляем. Это из бытия. А если не что-то, у вас же есть инструмент. А как-то ничто нет. Ничего себе. Я говорю, это вы, значит, закрыли глаза искусственные. Его нет, а оно бы есть. Вы же к этому пришли, к вашему усмотрению. Как этого нет? Ничего себе. Это вы, это вы же стали у вас субъективизм. Я отворачиваюсь, закрываю глаза. Действительность. Наука требует честности. Александр, а можно вот в качестве иллюстративного примера не доску, допустим, приводить, о связи с темнотой, допустим. Человек смотрит в темноту, темнота есть? Есть. А что есть? Темнота в данном случае образ. Да. Образ это... Ну нет, чтобы умозрительно было легче понять. Да. Как-то объяснение можно тоже как-то это наводить. Нельзя ли его приводить? Вполне, конечно. Можно, можно. Но я не думаю, что, так сказать, это иллюстрация, это не доказательство денег. Мы только не приводим, чтобы... Это помощь нести женщин. Он же должен приспособиться, что людям... Вот мы с вами сейчас вынуждены из наших житейских, повседневных дел с очень конкретными категориями и так далее. В мире чистой абстракции до уровня бытия. Это знаете, как вот подняться туда, нам кислорода не хватает. Да, он немножечко к нам добавляет этого. Что рода? Ну, имеется в виду, что люди, да, постоянно начинают сразу свойства какие-то. Представления. А тут начало же, мы же о начале говорим. Нет. Не надо ничего. В обычном быту мы привыкли мыслить себя, представление. Мы можем что-то не назвать. Но описание мы можем. И написать, кто хочет, представит себе. Это самый объект. Хотя у него слова, словесно, назовет свое будет определение. Это представление. Мы этим представлениями, а понятия, оно не связано с представлением. Я понимаю. Это такая же тигурь такая. Я думаю, есть. Я понятие представления. Но будем как, ну, там все время нужно подняться с такой высотой. А очень тяжело. Ну, что, теперь раз, все спустите, потом опять туда. Итак, ни что есть, значит, у нас та же самая, что мы тяне. Так, давайте, уважаемые товарищи, давайте эту картину. Подведем итог, так, чтобы мы увидели. Это, как мы увидели бытие, который переходит ничто, ничто, которое переходит бытие. Значит, что тогда у нас есть на самом деле? Бытие. Переход бытия – ничто, и ничто – бытие. У нас еще не было. Становление. Да. И вот, то есть, теперь мы, какая картина? Наверное, движение у нас все-таки есть. Движное, всего. А зачем вам это вот слово «движение», когда у вас прекрасно вот есть? Переход бытия – ничто, ничто, бытие. Зачем лишней категории мыслами? Да нет никакой категории, просто мы видим движение. Видим, это что? Ну, хорошо, видим. Видим. Мы проверяем движение. Это точно? Одну категорию в другую категорию. В другую категорию в одну категорию. И застолью категорию в другую категорию в другую категорию. Да. Зафиксировали движение. А переход, ну, что, наверное, может, как-то, Михаил Васильевич, по полной смерти человека. Переход, например, переворил по полной смерти человека. Мы же сидим и умираем здесь. Опять представление сейчас. Да, да. То есть, инистрации, это… Мы еще не нашли засновения, мы не хочется спешить. Итак, так вот это есть. Становление. Я вас поздравляю, уважаемые товарищи. Вот, вот когда мы выйдем из этого замечательного, так сказать, помещения, где очень удобно заниматься, на округе этой идеи. И вот нам закончилось спросить. Не мобилю, а так просто проверить. Что мы тут занимались полтора часа? Полтора часа, вдруг. И вот мы только с вами выглянули, а ну-ка тебе говорю, Становление. И вы спросите, что такое Становление? Да как вы думаете? Могу вам сейчас найдется людей, которые вам ответят на это? И смогут вынести? Я даже думаю, что я пленю-то не знаю. Потому что вот, чтобы такое пленю, надо было идти к приходу сегодня. А теперь говорят, ну это уже не для того, чтобы хичиться, как говорят, с уйти, потому что я знаю, что такое Становление, а вы не знаете, что такое. Не для этого, да? Мы же хотим с вами понять жизнь. Понять жизнь. И вот пример, о котором вы говорили. Вот скажем, я беру пример из науки. Мне самому приходилось писать, значит. Моя дипломная работа, надо сделать скидку, как я написал, называлась так. Становление социалистической экономики. И что надо было рассмотреть? И, значит, я рассказываю, что мы сделали. То, сначала, значит, ввели рабочий контроль, потом рабочее управление, потом стали осуществлять употребление на деле, то есть строили систему с централизованным планом управления. И планты думаете сразу, значит, надо было научиться планировать. Да? Это даже просто научиться чисто, так сказать, связывать эти процессы. Смыслительно. А потом еще надо было научиться направлять действительность в соответствии с тем, что ты связал. И план-то первый раз появился там, черт не знает, в 28-29 году. А без этого без плана все же нет. То есть и потом, значит, планы слабые. Я рассказываю, ну, наконец-то, мы научились планировать. Первый, в частности, это повторю. И после этого, значит, все средства производства обучислены. Производство подчиняется общественным интересам. Социализм построен. Я описал процесс становления? Нет. Нет? Совершенно верно. А что я описал? Я описал только один процесс. Итак, что мы видим с вами на становление? Давайте вернемся к этому. Итак, в становлении мы можем различить движение. Кто с тобой движение? Игорь Анатольевич, вы сказали движение. Да. И вот какие два движения вы можете различить в становлении? Которые мы уже прошли. Ну, какие, какие? Из бытия в ничто. Так. Назовите, пожалуйста, его. И на тушь. Они же разные. Чтобы отличить, надо от каждого назвать. Из бытия в ничто. Ну, нет. Вот если мы возьмем категорию у Гегера, у Гегера у него готовое уже есть прихождение. Но прихождение, это, можно сказать, пришел кто-то, нам пришел. Прихождение подразумевается, что пришел. Приходящее. Приходящее, это когда мы говорим о том, приходящее, если аксологически взять, это то, что, наоборот, в нашем понимании, в понятии, уходит. Вот так и есть. Приходит. Ушло. Ну, это сомнение. Слабо, что ли? Ну, прихождение. Прихождение очень хорошее. Очень ложится на наше обычное представление о том, что это... Ну, ну, ничто. То есть оно у него... Ничто, конечно. Довольно у него приказало. Регегер не встал. Так. А движение от ничто? Ну, какие? От ничто? Возникновение. Возникновение, да. Возникновение. Так, значит, когда я писал работу, с таким рассказом, что я писал на самом деле? Возникновение. Неописновение. Возникновение. И это было достаточно... Нет, не неправильно. Почему не правильно? Ну, вот это вот... Одно старое, не правильно. Одно старое, не правильно. Правильно? Я что-то, значит, ради этого не было, вот я сейчас могу и... Это же не становление, что не становление. Если бы не до конца. Не становление. Вот если бы еще написали о процессах, которые... Ну, понятно, прихождение. Совершенно верно. А, так сказать, ну, теперь я вам расскажу о прихождении. Значит, вот большевики, значит, рабочий контроль установили, управление. А управление не могут, значит, промышленность рушится, падает. Ну, хорошо. Ну, что делать тогда? Ну, давайте создадим, то, что было перед революцией. То есть, создадим большие тресты. Там у нас был, значит, прогомет, продуголь, огромные, не тресты, а синдикаты. Да, в России. Вот мы, значит, воссоздали синдикаты, чтобы как-то собрать их, противостоять этой рыночной стихии. Значит, ну, уже сидят там не крупнейшие католисты, а сидят люди с партийными билетами, пламенные большевики, которые проекты и так далее. И что синдикаты сделали? Как думаете? Они повели себя как синдикаты. То есть, они взяли цены им на промышленные изделия. Для кого? Для села. А цены, ну, зерно, потому что масса мелких хозяйств. А они крупные продавцы. И что получается? То есть, они ножницы цен. То есть, они, это разница прихождения. То есть, они говорят, ничего себе. Мы, значит, тут проливали кровь за то, чтобы власть утвердить, а вы нас грабите. Это, вот приходят, то есть, там был очень большой кризис, и поэтому пришлось людям, ну, сказать, специально принять постановление, что ликвидировать ножницы цен, понизить цены, чтобы сделать доступным для крестьян, потому что там жена пошла торговать. Так это был грабеж просто уже. Ну, по таким ценам, пользуясь нашим монопольным положением, вам вы там несите свое, там, у вас очень много, там, миллионов хозяйств. Ну, у вас подешевка будет. То есть, это специальное, по-моему, совершение. То есть, это вот один из кризисов был. Колоссальнейший, да, проблемный. Ну, и дальше тоже с планированием. Вот планирование туда-сюда, замечательно, хорошо. Я уже запускаю некоторые вещи. Вот был встречный план такой. Помните песню о встречном? У нас в утро встречает прохлада. Это в каком встречном? Встакович написано. Встакович, совершенно верно. Это песня о встречном плане. И что такое встречный план? Значит, государство это одно задание, а я беру повышенное задание. То есть, навстречу, и, так сказать, быстрее пройдем этот путь, быстрее план. Ну, хорошо. Я беру повышенное задание, мне говорят, вы знаете что? А вам дополнительного сырья не будет, ничего не будет, и как хотите, так, за счет своих ресурсов, это встречайте. Так, 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 провал, какой встречный план? Вот те раз. Я только, значит, инициативу. По инициативе мне ручки вяжут. Это что, не кризис? А если покопаться в истории, в историке ей скажут, так там были какие предложения? Что, ребята, у нас как-то все не так. Вот надо, чтобы, это, в середине 30-х годов, чтобы наши предприятия конкурировали между собой. И тогда будет и качество, и темпы, и так далее. Так, мы просто с вами не увидели это, потому что такая, но тенденция была, и в умах, и в практике тоже пытались. Там, скажем, бригадный хозрасчет, цеховой хозрасчет, вы с ума сошли? Что цехами-то вы считаете там? Какой хозрасчет? Это вроде как цех с другим цехом торгуешь, что ли? Вы это хотите сказать? Это же в 30-м году он был. То есть эта тенденция присутствовала вообще. Ну, а политически вы же сами найдете там. Такой, и сякой. Думаешь, как же так? Он был вроде коммунист, прям, что-то непреление тут, и групп выносил. А потом, оказывается, что он такой. Можно удивляться. Было бы удивительно, если бы таких не было. Я бы другому удивился, что как, несмотря на то, что и Ленина-то не было, и там, и тем не менее, линию на возникновение привели успешнее, чем шла линия на прохождение социализма. Я удивляю это дело до конца. До построения. Кстати говоря, эти вещи ведь тоже отражаются. Да, и когда вот... Это тоже правильно, я себе буду рассказывать о неудачах. Провал план, не выполнили, поэтому, значит, тут провалилось, тут нехватка. Это, значит, социалистическое соревнование, а рабочий словом пишет. Да что это соревнование такое, удачи-то, у нас, опять же, нету заданий, я схожу, значит, с метлой и машу метлой по двору. Это что соревнование такое? Вот это... Я могу и с этой стороны описать. И оно действительно было. И оно действительно было. Но вот личность настаёт в том, что вот эти тенденции действуют одновременно, но они, наверное, в мышцах... Какая-то? Он победил, совершенно очевидно, что возникновение. Ну, а я думаю, что попробуй приведите свои примеры возникновения прикольнения. Попытайтесь. Вот откат, например, от всех линий, связанных с уважением и почитанием достижения социалистического строя, который произошёл в 2000. Отлично. Вот сейчас идёт, наоборот, возникновение новой тенденции. Вот мы здесь... Возникновение, для кого прихождение? Вот мы здесь присутствующие, есть возникновение. Вот, ну так сказать. Да. Возникновение. Ну, всё правильно. Вот мы здесь сидим, соответственно, у нас саморазвивание. Вот. Мы стали, условно, вот, из ничто... Уходи! Ух! 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 А потом, чтобы мы сами развиваемся, да? Если меня не кто-то развивает, всё. Хорошо. Да. А потом я вернусь на работу и, скажем, условно, забуду про кружевую койку Гегеля. У меня там у всех куча дел, соответственно, замучишься. И, вот, мои текущие знания будут, соответственно, уменьшаться. И это будет уже, соответственно, прихождение из бытия. Вот так и будет. Вниз. Вот так и будет. Вниз. Вот так и будет. Да, да, да. Возьмите! Пакет во одним днём тут это не смейся за на. Вот так и будет, на самом деле. То же самое. То же самое, что и вы, наверное, когда... В то время, когда вы писали, условно, работу, конкретной темой занимались, вы там знали абсолютно все. А прошло время, я тоже самое делал, когда работал, естественно. И, соответственно, дальше уже мы не являемся такими специалистами, которые были в момент написания. Совершенно верно. Это очень знакомо. Можно еще пример привести из морфологии мозга, например. Ребенок рождается, дифференциация нейронов у него заканчивается при рождении. То есть ребенок родился, он начинает развиваться, он развивается, 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 а нейроны головного мозга, они гибнут всю жизнь. То есть связи образуются, а отдельный нейрон, они погибают, погибают, погибают потихоньку. Вот такое движение. То есть ребенок развивается, а нейроны погибают. Вы ничего не понимаете? С того, что у него сейчас рождение, есть сейчас смерть. да, да, вот прям да, вот прям хотя это грусть грусть это всегда можно говорить тем, что лучший способ не убирать, это не рождаться так что родились, слава Богу он единственный, по-моему радоваться надо обстоятельствам понятно я думаю, что это так вот теперь наступает сложный момент вообще сложный момент предупреждаю и так, хорошо вот восстановление, движение ничто ничто, ничто бытие и теперь вот это будет бесконечное движение, или как и вот все время так, бытие переходит ничто, а ничто переходит бытие конечно, бесконечно ну тогда я так Роман, я думал, что мы с вами будем заниматься симпатически как-то раз двадцать да он ходит а вы кое-что чего-то все все простые активы никуда не денутся и уже не взялись между ними никуда не денутся ну вот видите, нас уже тут убеждают университетные люди, которые поднимались того, что трудом они говорят, что вы только разохотились вот я думал, что, Максим, может вам понравилось а второй раз, что приходить-то вы то же самое услышите ну, из ком же можно одно и то же жевать да грустно, конечно грустно но попробуем все-таки избавиться от этой грусти и вот на чем у нас включил внимание и так значит мы видим, что в становлении есть благодаря разнице между бытием и ничто да есть не было тогда как движение ничто в бытие в ничто бытие это и в становлении а вот посмотрим как бытие в становлении нет бытия есть бытие перешедшее ничто а в ничто Бытие. Так на самом деле у нас нет ни бытия, ни что есть единство бытия и ничто. А какое единство такое бытия превышает в ничто, а ничто – превышает в ничто. Значит, разница между бытием и ничто сни-ма-ге-ца. Исчезает. Снять становление. Ну, исчезает. Можно сказать, исчезает. Но она не снимается, потому что она потом исчезает. Исчезает. Потому что мы-то думали, что бытие, чистое бытие, а оно только теперь есть как перешедшее ничто. То есть единство получается. А ничто. Вот одно ничто тоже есть, а теперь оно только как перешедшее бытие. Это окрас два единства. Бытие и ничто. Так это бытие и ничто-единство, значит, на самом деле они становятся тождественными. Такое происходит ищтое. Напоминаю вам, что становление было благодаря разнице между бытиями и ничто. А теперь эта разница исчезает. Значит, что у нас исчезает? Сдановление. Сдановление исчезает беспоко... Вот исчезает. Вы хотели нас напугать? Конечно. Нет, не приходите. А я-то понял, что дело так обстоит? Приходите, приходите. Потому что как же исчезает? Итак, исчезает дверь беспокоеннее единство бытия и ничто. И получается снятое установление, да? То есть какое-нибудь. Спокоенное единство, которое имеет форму чего-нибудь. То есть, результат снятия восстановления, что, в котором есть, нужно наблюдать, и так, восстановление исчезает. У нас есть снятое восстановление, оно, снятое восстановление, оно имеет в формате, оно есть. Значит, это, если есть. Ну хорошо, а вот, я понимаю, это сложный очень прикольный, я согласен. То, что исчезает восстановление, это, так сказать, исчезает вернее разница между бытием ничто. Это вот, мы постили с вами, потому что была разница, а теперь двойница бытия ничто. Значит, тогда нет разницы между бытием ничто и ничто. Ну, это умозрительная разница, какому не быть разницей между бытием ничтою. Умозрительная. Ну, мы говорим о чистом, как я понимаю. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, бытие и ничто они иметь место будет, то есть, и есть, и они разные. Нет, здесь мы говорим о чистом. Но они не существуют как бытие и ничто отдельно. Они существуют только как бытие переходящее в ничто и как ничто в бытие. Они исчезают. Но одновременно наблюдают и что, разное? Оно в этом уже не перешло. Не переходящее, а перешло. Ну, же не веришь, что в бытие и ничто в ничто. Оно же перешло. Давайте правильно фиксировать итоги. Не переходящее, вот тогда его движение, оно перешло в ничто. А ничто в бытие перешло. И бытие, перешедшее ничтое, а ничто, перешедшее в бытие. Значит, разница между ними исчезает. А, значит, исчезает вес основания. Итак, у нас было беспокоение, если бытие и ничто. Причем-то было бытие и ничто. И появился результат, который есть. Если есть, это значит, что? То, что есть, это что такое? Бытие. 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 Ну, какое? Чистое. Нет? Вы не историк? Я историк. Вы всю историю забыли. Вот надо же, как обидно забыть. Забыть не забыл, а вот... Нет, нечистое. А почему? Почему нечистое? Потому что это чистое, о котором нечего было сказать. А об этом мы можем вполне определенно сказать. И вы со мной спросите, и вы скажете, что же самое. Что это бытие как результат снятия, становления. Ну, это уже определенный бытие получается. Подождите. Почему? Нет, это же нет. Это первая категория. Мы проверяем его. Через что мы его убили? Да как он так? Через снятие получается. Александр, это первая категория бытие получается. Пока и первая. Ну, а как? Как же третьим? То, что? Нет, ну, то, что мы можем... У нас все будет бытие. У нас даже не что бытие. Что вам все первое? Ну, считайте, можете третье. Я не скажу. Нет, оно еще только, если мы говорим о числом бытие, оно непосредственно. Если вот мы подойдем, вот, к доске непосредственно, прямо тьнемся носом, если он не скажет, что это доска, вот, мы попытаемся описать, что мы видим перед собой. Мы что ее видим? Непосредственно. Нет, нет, нет. Непосредственно. Чистое, чистое, чистое знание о доске. Нет, нет. А уже? Сейчас уже очевидится совершенно, что... А здесь мы наблюдали его, мы его можем рассматривать. И там мы рассматриваем тоже бытие. Но там было просто чистое бытие, которому нечего сказать здесь я другом что она определена что вы получили бытие как снятие становление что нибудь и результат снятия становления есть это бытие как результат снятия становления то есть с историей уже снег в отличие от того то есть мы же теперь должны их отличать а различать не должны дать другое назвать поэтому бытие ну такое поскольку оно спокойное там было беспокойство а здесь исчезает беспокойное спокойно результаты получается если исчезает вот скажите что исчезает что вы начинаете так вы считаете спокойнее что тогда будет спокойно совершенно так вот будет спокойно бытие а распакует который не исчезает ничего поищем термин на личное на лицо на личное бытие наличное бытие потому что мы определяем было беспокойно нет секундочку это не я забегаю это генит в примечательных сбегать вперед антон обратите внимание что есть примечали этот рожок мысли которые вслух который свете возникает но это не ход логики ход логики у него нет примечания как раз кто сдавал дрянь наличные бытие нет значит ну например переходный возраст у детей такое сякое туда-сюда и вдруг ба ба молодой человек уже устоявшийся уже думаешь вот это да устоялся в жизни вот что такое переходный возраст это как раз есть и твой сёдок он вроде бы и взрослый а то фальцер даст а то такой выкинь штучку думаешь да ты взрослый и ребенок так это же переходный у него ребенок есть тоже это ребенок и то и прихождение да как это уладывают дети а помните у блога и вновь порывы юных лет и буйство скатило крайне сменений так порывы юных милый ты уже не юноша а порывы ну видите это возвращается еще мы тогда детей это ждем от перехода а там вам раз педагогика расскажут что у них переходы все там от 3 до 5 какой-то переходы вообще бесконечные переходы педагогика в этом смысле очень диалектична надо знать и того и другого и поэтому если ты взялся воспитывать ты не думаешь у ребенка будет все время парень да он все время будет выкидывать твой парень и когда достигнет наличного бытия вот когда он воспитанный человек уже ну там да сам обладеет видимо это долгий процесс поэтому наберите терпение у того человеку что он сегодня на завтрак сегодня хорошее завтрак что он так себя ведет это естественно потому что это переходный возраст когда еще будет наличным лететь спокойнее тогда поэтому это ковчаковый процесс в становлении там специалиста должен вроде уже что-то достиг а в счет провалился потому что в становлении а специалисту ждешь стабильности он знает ну специалист в самом деле становление спортсмены не способны а там может что-то такое так это для всего справедливо и вы в своей жизни всегда можете найти какой-то процесс своего становления в чем потому что все есть становление я вообще в тебе ну это к вопросу о том вот интересный вопрос скажем Китай китайская республика значит какой еще там период развития мощного а с точки зрения так сказать укладов так далее там же есть можно сравнивать например с переходный период многоукладная экономика у них разные виды хозяйства есть коммунистическая концессия переходный период у них социализм они социалистическая страна поскольку власть социалистическая страна начинает составление власти рабочих классов это у них переходный период а у нас что на самом деле наличное бытие у нас никакого перехода уже нет у нас все замечательно мы уже перешли да долгий переход-то был 60-х годов да переход-то был и не быстро так думает в одночасье мы не перешли мы не перешли еще потом мы не перешли мы все где-то оставим по пути от отбились от народу да нет ну как-то так есть народ шептализм а вы все-все где-то переходный период да нет так что то есть это что не дались на лицо что это период вот и Нагал я почему-то знаю КБРФ Нагаль Джиган особенно в 90-х годов мы будем как Китай да почему как Китай ну как Китай у нас нет миллиард за человек не в этом дело я хочу сказать что можно за конечную цель выдавать переходный период вот мы будем попасть в переходный период даже переходы там их тоже трясет между прочим и нас трясло в переходный период и вы хотите это выдело развести ну да в них долгий этот период идёт ну понятно большая страна проблемы это раз во-вторых извините нам надо было форсировать переходы потому что кто она защитил да ауууу только думаешь не то Англа-Франция нападет на нас не то Германия выбираешь кто нападет а кто защитит это не было А китайцы могут спокойно, вот Владимир Владимирович сообщил, как мы оснащены, так он оружие только нас защищает, и Китай тоже. Куда им фонсировать-то? А не бог спокойнее, не спешите, действительно страна огромная, проблемы огромные, там и бедность еще 100 миллионов, то есть не надумай что-то по Шанхаю судить о том, что происходит. У них свои проблемы очень острые. Проблемы переходного периода. Дегитализм рождается все время, миллиардеры, они все равно возрождаются. Я надеюсь, у них проблема к тем, что они занимаются в кушках любителей Конфуция. Вот когда они переведут к кушке, я... Они, кстати, еще любят Конфуция, Конфуция это же... Это же голосом. Я с вами согласен. Анистократически. Я вчера пытался у вас с Китайцем сказать, как вы переводите на укулоиды? Потому что я понимаю, как мы с Героглифом... Ответ один Китайцем, у вас очень хорошие переводчики. Я не могу проверить, вообще не знаю. Я не могу проверить, что из этого выходит. А так, вообще, да. Это вопрос. Как они в этом структуют? Развитие. Ну и вообще, в принципе, достаточно просто основываясь на классической, конфуцианской и доосийской культуре, воспринимать диалекцию. Кстати, да. Да. Потому что у них же... Особенно, да. И я, и я, и единство варю в противоположной традиционной культурой. Это я с вами понимаю, что я не так... Они тем самым предрасположены к диалекции. Но это еще... Это хорошо, только они этим занимаются уже сколько? 3 миллиона. Это форма диалекции. 3 тысячи. Самый высший. Это письменный. Да, а не письменный. По лучшему образцам. По лучшему образцам. По самым высоким образцам, которые есть. Где-то 4,5. Я бы не назвал. Значит, это не на лучшем. Почему он не знает. Культура предрасполагает. Ну, никто не знает, как это дело закончится. Можем пожелать им успехов, чтобы все-таки они к этому берегу пришли. Но это очень скромный процесс. Очень скромный процесс. Но мы теперь понимаем, что этот переход не перенит. Вот что такое китай. Поэтому, когда говорят, да вы чего? Как я вспоминаю, Немцов, значит. Вот, Китай. Я там общаюсь с лидерами под красным знаменем, он сидит, там, так сказать, рыночник и так далее. Вот это вот. Уже не такая там действительно противоречения. А как Ленин говорил? Как он-то говорил? Коммунисты, значит, большевики должны научиться торговать. Торгашами должны стать. Потому что если вы будете только с партийным билетом, но в этой стихийной борьбе, так сказать, коммерчески не победите, значит, вас победят. И все, хочется на этом коммунизм есть вашим. И чего тогда удивляться? Вот они тоже будут научились торговать. А раз научились торговать, дальше может прихождение коммуниста походить. И он же говорит, а мне нравится. Я торгую, хорошо. Так а почему же я торгую как государство? А может я для себя буду торговать, наверное? Поехал. И тут тоже понятно. И они тоже от этого не страхованы. И они их понимают. Полой надо столько, сколько вырастаетесь самят. Он все равно будет урастать. Почва есть для этого объектива. у научившегося коммуниста коммунистической идеи пришла в процесс прихожения. Уважаемые товарищи, я думаю, что мы с вами программу выполним сегодняшнее занятие. Да. Ну вот, собственно, понятно, как будет проходить. Мы с вами будем идти, идти, столько, сколько можем пройти. У своих, конечно. Потому что пробежать-то можно просчитать все это. Мы с вами. Но это вот надо выразить понятие. Я думаю, что вот сегодня, кстати говоря, будем участвовать. Вам предстоит то же самое проделать, скажем, пройти, скажем, до наличного бутия. Субтитры создавал DimaTorzok